всем еще раз привет поскольку мы едем на дачу естественно мясо маринад сидела смотрите вот про что я говорил как я мариную мясо слой лука потом мясо слой лука мясо и в конце слой лука мясо предварительно мясо можно посолить поперчить все больше в принципе маринад никого не надо в принципе можно еще если вы любите там розмарин тимьян тоже это все маринад кинуть все больше ничего не бросайте я вас помоляю просто будет офигенно даже можно без розмарин и тимьяна соль перец и вот лук но что я делаю сейчас я потер еще на терочку лук все это выжил сюда и у нас образовался сок чтобы мясо стало еще мягче еще нежнее еще вкуснее я просто это залью сюда луковый сок он пропитает мясо и будет неимоверно вкус сейчас я еще по трамбую жмых ложечкой у нас будет несколько видов мясо я курочку замариновал уже крылья сейчас пришло черед говядины стейки еще у меня вот ребрышки есть для плова и для можно так их пожарить тоже в принципе мариную ребрышки в луке самый лучший маринад я больше ничего не выдумайте никакие кефиры никакое молоко там еще пиво алкоголь зачем переводить продукты можно куда хотите и так его выпить а вот лука да лука много не бывает поэтому лука можно больше на маринад он его размещает делает офигенно нежным и придает ему классный вкус смотрите когда будете мариновать ребра то сверху идет вот эта пленочка каждого ребрышка ее желательно снять потому что маринад не пройдет сквозь нее к мясу и вы не получите офигенный вкус ребрышек поэтому эту пленочку ее желательно снять перед поездкой на дачу выпили по котельку и съедим вот это вот такие яичницы видели яичницу с двойными желтками полюбуйтесь это кстати домашние абсолютно яйца покупаются на лесном рынке в районе 30 гривен что ты там смеешься чего да не не надо давай расскажи что ты смеешься расскажи у нас яйца есть с двумя желтками вот и саша говорит сколько тебе яиц я говорю мне два но если с двумя желтками то одно а потом поделишься я облеглась все сделала саша уже потом моет посуду говорит что я злая не поделилась я забыла мне просто было мало того что не поделилась еще приготовил яичницу мне же спасибо сказать полчаса просто молча затоптала все вот просто затоптала в гусь не дула еще типа шо ты карри бросил да я такая злая вообще я в шоке просто я смотрю топчет я нормально спросила я люблю специи я нормально спросила это ты просто отвечаешь какую-то положил специю ну да что я буду кулинарные секреты раскрывать я не начинаю что-то выкаблучиваться вот это меня злит ну такая злая вообще такая злая я же ну скажи ну что ты положил знаете как обычно можно нормально сказать опа и тут вообще я вообще-то уже бесит в который раз когда я задала вопрос сколько стоит ответила задаю вопрос дорого и что? дорого? ну какая разница сколько стоит? ну дорого это понятие рано ну да, но тебе оно зачем? конкретно цена, потому что я вообще люблю знать сколько стоит и как она топтала, это надо было ей жаль у меня камеры просто не было под рукой она такая и такая потом зато как-то смеялась прикольно посмеется я тебе макарон сейчас куплю ой класс ну да, мы сейчас заедем за кофе сейчас будем двигаться и заедем за кофе кушаем макарон заберем где-то маму ну я не знаю где она территориально она может пойти на арсеналь она может, ну короче где-то там о, у нас же куча мяса я же замариновал вот смотрите три вот эти три кастрюли они все полны тут курица, тут мясо и тут мясо плюс я взял сало еще купил на рынке на пожарку на костре можно сделать и тут для плова тоже свиные ребрышки короче, затарились мясом ой, эти помидорчики вкусные я в банки их обожаю но их мы не будем с собой брать да и нужно дверяться уже время цигель цигель забавная конечно получилась яичница ну по смеси сколько положил в тарелку, столько села ты молодец ты молодец я там была смешно оля пошла в туалет и там тупо такой смех ну ты знаешь, ничего мне там смешно было ну это так ладно, будем двигаться мама какая-то неуловимая поехали ее в одно место искать она пошла продавать чернику как всегда пошли в другое место искать нету и нету но она предупредила конечно чтоб на нее не рассчитывали когда ехать на дачу но блин так хочется все таки поехать с ней тем более она сама потом будет ехать в электричке или на маршрутке не совсем удобно а так мы ее забрали и все а сегодня еще такой день ну выходные поэтому там мало народу где она продает и в итоге, ну не знаю, как-то заехали мы в итоге на кофе возьмем кофе и будем наслаждаться кофе поедем наверное сами на дачу сегодня день музыки играет B2 люблю эту группу не знаю ютуб пропустит или нет но будем петь вместе все кроме любви вся наша жизнь так далеко я я не один но без тебя просто никто ура ура у нас кофе да кстати пользуясь случаем вот это звучит B2 молитва это саундтрек из фильма метро кто не видел этот фильм обязательно посмотрите классный фильм мы собираемся его пересмотреть мы будем его пересматривать ну хороший действительно сняли россияне фильм смотрите какой трэш там трэш, да а мы будем наслаждаться кофе ну что отбежали арсеналь ее тут даже нету наверное поэтому мы едем на дачу не смогли мы ее засечь где она есть может она реально на лесной поехала приехали на дачу погодка просто чудесная прошел дождик ой здорово тут как просто круто принесу конечно вот уже готовы дровишки я взял только часть 5 килограммовку взял углей плюс дровишек фруктовые дрова и это мелочь здесь и гривен за растопку ну да вот так вот будем мяса у нас много будем делать очень много шашлыков я просто обожаю делать на даче шашлыков просто это уже фетиш какой-то лучше вкусно и полезно вот и на свежем воздухе это прекрасно ты моя девочка сладкая ты моя масенькая а ты такая красавица наша да я стесняюсь не надо меня папа снимать все уже стулья с ума сошел все маленькое и кто у нас красавица ты у нас красавица классный заяц и мишка друзья ты шо вообще огонь где заяц и мишка ну вот бегемотика видела бегемотик детки бегемотика вообще не смотрела кто доченька ты такая классная панами по цветочкам я еще заказала повязочки такие как доченьки а тетя очень наша маленькая радость наша маленькая наша маленькая девочка влюбается сквозь пустышку да очень крутое освещение красиво получается принцесс надо вообще фотик сюда взять надо фотик взять ноги 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 у меня не сгибается мизинец ну с детства как то вот видите когда я кулак делаю у меня вот непонятно что и походу у нее то же самое что она так оттопыривает пальчик и вот в эту сторону я могу очень далеко его оттопырить а сюда он не сгибается да и прикольно когда жена видит машину руль держит двумя руками и так мизинцы допрощат аристократически беру бака еще пальчик отставляешь там в сторонку он сам меня так не у дочи все будет нормально ну ну посмотри все малышка будешь спать не будешь спать вот это золото У нас и маленькая и красивая. Да, у нас и маленькая и красивая. Вот из подручных средств Папуля смастерил казанок. Две дырочки просверлили, плюс подвес. О, то, что надо. Крутяк. Можно делать плов. Ну что, выводим боевого коня на прогулку. Оказалось, что у нас нет картошки. Съезжу в магазин, куплю картошку. Это мой старый велик. Папа мне его покупал когда-то очень давно. Сейчас он на даче. Использует функцию классного средства передвижения, если куда-то поехать недалеко. Сели на велик и поехали. Вот такой красный феррари у моего мужа. Поедем сейчас. Со стрелками в туфлях. Куда это ты? Девочек цеплять что ли? Да, девочек буду катать на багажничке. А на раме? Можно же одну на раму посадить. Можно посадить одну на багажник, одну на раму и катать. Класс. Я помню, когда мы в селе были, велик это было чуть ли не вау. Велик это вообще круто. Я обожаю на велике. Сейчас появились мопеды. И это, блин, так было классно. У тебя особенно, да, мопед? У Димы был мопед и у дяди Коли. Когда мне было 15 лет. Мы ездили, мы ездили на мопедах, офигенно было. Это мы катались. Они еще стоят на букче. Можно будет. Так чьи они? Может их уже продали? Нет, еще они есть. Такой new mountain boy. А это горный велосипед? Да, это горный. Так это ж мы мне покупали. А где это ты в горах? Так это мне покупали в горах. Давно еще папа мне покупал. Ты когда был в горах? Это офигенно. И я себе такой всегда хотел. Поэтому вот так вот. Папуля кулечек несет? Ой, экономит сыну гроши. Сильбо. О, так это ж модный городской кулек уже будет. Парень на велике еще и с городским кульком сильфом. Не знаю. В селе с кульком сильфом. Йоу-йоу. Сейчас мы поедем от первого лица, он засниму. А что тут по пульту перевернул? Переключение скорости? Или наоборот. Они же всегда вот так. Тут скорость еще? Тут офигенно. Я тут запутаюсь. Как я вожу машину, я с великом не справлюсь. Оно не работает с самого начала. А тормоза работают? Тормоза работают. Нет, а это что значит не работает? Помнишь, ты мне его покупал? Этот велик. Давно, давно, давно. И тут все работало, все летало. Нет, сын, оно не переключается. Уже все, значит. Поеду на первой скорости. На первой передаче. Ладно, погнали. Тормоза ручные. Поехали. Главное не падать, потому что камера дорогая. Сейчас мы вам покажем и расскажем все про эту деревню. Класс. Велик наш и все. Красота неземная. Нужно девчонок катать. Сюда бы мопедик. Ой, как я бы тут порассекал. О, у кого-то колоссальный. Оттуда у нас супер-пупер магазин. С велопарковкой. Со всей фигней. Ребята раскрутились очень хорошо тут. Нифига себе тут мерсики едут. Паркуем наш. Боевой конь. Нормально стали. Да, тут был один ларек. А сейчас вот ребята раскрутились. Прекрасно. И пиво попить. И рыбку поесть. Кофе, чай. Белая береза. Короче. Давай, чего есть. Я приезжаю. Там товара. Приехала куча. Девчата мечутся. Никого, во-первых, не пускают. Закрыто на меня пустили. Типа, заходи. Вот. И товар не разложен. По ценам ничего не могу сказать. Сколько стоит. Ну, меня посчитали, рассчитали. Нормально. Говорю, белая береза мороженое есть. Показывает. У горла. Во. Типа, дофига и больше. Кто говорит, потом приезжайте. Потому что сейчас не знаем еще цены. И все. Но капец. Разрослись. Просто неимоверно. Там уже и спиртное. И сигареты. И фрукты. И овощи любые. Печенье. Мороженое. Любые напитки. Ну, блин. Там холодильники стоят внутри. Ребята. Вот это бизнес. Возьмите на вооружение. И едете там в какое-нибудь село. Желательно ближе к Киеву. Ставите. Просто ставите ларек. Сам сбудував. И зарабатываете. Я уверен, у них не было ни разрешения. Ничего. Вот они просто открылись. И начали людям продавать продукты. Завозят хлеб, овощи, фрукты. Вот если начать с этого. И, блин, можно озолотиться. Вот они реально выросли. Просто на глазах. Из обычного ларяка. Сейчас там уже ганделок целый. Можно посидеть под... Ну, на терраске, типа. Ну, ведь пиво там, рыбка. Все, как положено. Так, ландайк, золотая жила. Берите на вооружение. Смешно. У них там еще и кофе-автомат поставили. В селе, ребята. Латек, капучино. Я спросил. Вообще крутя. Нужно и нам тут велопарковку сделать. Запарковал малыша. Где же Олечка? Ушла. И нету. Пошла собирать ромашки. Сейчас поедем искать. Хотя, стоп. Может, вы ее не заметили. Она была в огороде. Потому что здесь ее вряд ли можно встретить. Бескрайние просторы. Удачные. Красота. Хат полно. Ну что, я реально ее не проглядел. Была в огороде. Шелковицу кушала. Сейчас поедет на зал, посмотрю. А Оля тут, да? А я ее езжу по селу ищу. Да. Я приехал, посмотрел. Тебя нет. Папа говорит, а вроде еще не возвращалась. Я поехал туда. Папа говорит, а мне вроде же ушла. Забыл. Папуль. Ты есть зауряд? Да. Я стояла, вот, земляничку, смотри, сколько собрала. А я пошел к Малой. Смотри, какая земляника. А я пошел к Малой, смотрю, спит. Тебя нет, вот очки валяются. На качели. Я только что от нее шла, как мы разминулись. Я поехал, я только что ездил туда, на велике. Я шла от нее, как раз прихожу, говорю, где Саша, он сказал, посмотрит новое. Ну да, я уже тоже ушел, сразу на велике поехал. И я так. Прокатался. Думаю, да я тебе. Купил апельсин, видишь, чуть-чуть курочку. А зачем ты купил? Сок выдавил, курицу выдавил. А чем это два? Кушать. Что, не хочешь апельсин? Смотри, сколько вкуснятина сейчас тут. Ну да. Это еще не по сезону. Тогда я больше в курочку, потом перед жаркой тоже чуть-чуть орошу. Вот так вот.